Почувствовать себя в шкуре старшеклассников смогли сегодня депутаты, чиновники, представители бизнес-сообщества и вообще все желающие. В рамках акции «Литература на отлично» чебоксарцам представилась возможность написать пробный ЕГЭ по литературе. О шпаргалках и настроениях перед экзаменом узнавала Ольга Пырочкина. В аудиториях видеокамеры, на входах металлоискатели. Все по-настоящему. Телефон в аудиторию не смогли пронести даже журналисты. Но желающие сдать ЕГЭ по литературе не жаловались, они рассчитывают только на себя и в знаниях, полученных еще в советское время, судя по всему, не сомневаются. Отец четырех детей. Мне самому интересно пройти этот тест. Об этом очень много говорят, о ЕГЭ. В мою бытность этого не было. И поэтому мне очень любопытно, насколько сейчас какие дают знания и то, что было у нас. Потому что у меня уже почти 33 года назад я закончил школу. Несмотря на то, что за парты большинство участников экзамена не садились много лет, карпеть всю ночь над учебниками и писать шпаргалки не стали. Как шутят, перед смертью не надышишься. То же самое, что за короткий промежуток времени невозможно повторить все, что забыто. Я думаю, что все, что есть, это со мной. Волнуюсь, потому что надо ко всем экзаменам готовиться тщательно. И мы привыкли всегда тщательно готовиться ко всем экзаменам. Но сейчас мы вот так пришли попробовать свои силы. Помним, чему нас учили, какие сейчас подходы. Пока сам не попробовал, трудно о чем-либо говорить. А детям сейчас приходится очень много учиться. И какие трудности их трудности, вот мы сейчас испытаем на себе. Чувашия стала третьим субъектом страны после Москвы и Хантамансийского автономного округа, где прошла акция «Литература на отлично». Но то, чтобы вспомнить художественные приемы, фамилии героев, произведения, жанры литературы, написать сочинение участникам отвели несколько часов. Запрещается пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые установлены в тексте КИМ. Перемещаться по пункту проведения экзамена во время экзамена без сопровождения организатора. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. Цель акции, конечно, не уличить взрослых, состоявшихся у людей вне знания русской литературы. Задача стояла совсем другая. Обратить их внимание на плюсы и минусы такого способа проверки знаний выпускников. Сегодня у нас среди участников, в которых набралось около четырех десятков, есть, как вы правильно отметили, не только представители администрации, это депутаты Чебакса-Царского городского собрания депутатов, депутаты госсовета, кроме того, это представители родительской общественности, кроме того, это общественные деятели, блогеры. Нам кажется, что именно в таком формате мы имеем возможность показать абсолютно всем заинтересованным сам формат ЕГЭ. Результаты экзаменов обработают, и тогда станет понятно, оправдает ли акция литература на «отлично» свое название. Однако узнают об этом только организаторы и сами участники. Результаты экзаменов, информация конфиденциальная и в открытом доступе не появится. Ольга Бырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.